Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Мы сегодня будем говорить о Ное. Я – Ной. И давайте сначала помолимся, прославим Господа и приступим к нашей проповеди. Давайте помолимся. Господь Всемогущий, я прошу Тебя, чтобы Ты вел нас и направлял в нашем служении. Благослови, Господи, благослови. Ты чудный, Ты удивительный, Ты прекрасный, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты есть с нами, что мы не в одиночестве, что мы с Тобой. Благодарим Тебя, Господи. Ты чудный, Ты прекрасный. Мы веруем, что все под Твоим контролем. Ты все делаешь во благо нам. Все должно нам содействовать. Мы в это верим. И несмотря на то, что мы сейчас проходим, весь мир проходит тяжелые испытания. Но мы верим, что все содействует ко благу. И потом мы увидим эти плоды. Эти плоды. Спасибо Тебе, Господи. А сегодня мы просим Тебя, Ты дай нам какой-то новый хлеб с небес. Дай нам новое понимание Тебя и нас, и нашей жизни. И да будет все во славу Твою. По имени Иисуса Христа. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будь прославлен, Божий Сын. Иисус, лишь Ты достоин. Вся все праведна ими. Слава, слава, аллилуйя. Всей хвалы достоин Ты. А сама лишь Тебе пою я. Ты достоин Божий Сын. Божьей земли и Бог небесный. Спаситель мой, воскресший мой. Все сила и слава и вся честь. Будь прославлен, Божий Сын. Иисус, лишь Ты достоин. Вся все праведна ими. О, слава, 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 аллилуйя. Все праведна ими. Слава, 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 аллилуйя. А сама лишь Тебе пою я. Ты достоин. Ты достоин Божий Сын. Святый, святый, ты достоин. Будь прославлен Божий Сын. Иисус, лишь ты достоин. Вся все праведна, иисус, лишь ты достоин. Слава, слава, Аллилуйя! Всей хвалы достоин. Ты достоин, а сам наличь тебе даю. Ты достоин Божий Сын. Ты достоин Божий Сын. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас с вами очень интересная тема «Я Ной». Я думаю, что более интересно все-таки будет начать сначала, как он стал родоначальником всего человечества. Давайте рассмотрим все это. Итак, Ной жил среди народа, созданного Богом, среди людей. Но народ, к сожалению, развратился и стал жить совершенно неправильно. И Бог вынужден был принять серьезное тяжелое решение для себя – уничтожить людей. Но для этого Он выбрал из всех людей самого праведного – это Ноя. И как бы по какому принципу Он действовал? Когда у нас загнивает какое-то растение или что-то, то мы отрезаем здоровый стебель и его укореняем, поливаем, ухаживаем за ним, чтобы растение снова начало жить. Если этого не сделать, то все растение погибнет. И вот Бог, чтобы не допустить гибели всего растения, Он отрезал здоровую ветвь Ноя и сказал ему. Это была очень серьезная проверка для Ноя. Он сказал ему, чтобы тот строил ковчег. Скоро придет потоп, скоро придет наводнение. На что я хотел бы обратить внимание. У Ноя возник личный контакт с Богом. У других людей этого контакта не было. Мы не видим, чтобы Бог обращался к кому-то еще, кроме Ноя. Будем считать, что это был единственный человек, к которому Бог обратился. Возможно, Бог это сделал потому, что Ной был еще раз самым здоровым, самым порядочным человеком. И вот эта проверка на потоп была для него последним таким важным испытанием. Я пытаюсь сравнивать себя с Ноем. И могу сказать, что много лет я жил без Бога, но в определенный момент я убедился, что Бог есть. И тогда, фактически, Бог обратился ко мне, отправив меня в семинарию. Для чего? Для того, чтобы я стал пастором и служил его народу. Здесь речь идет о ковчеге. И мы все с вами хорошо знаем, что ковчег на самом деле это символ церкви. И сейчас мы с вами все это будем рассматривать. То есть, фактически, говоря современным языком христианским, Бог сказал Ною, иди и строй мою церковь. И все, кто войдут в эту церковь, спасутся и будут иметь жизнь. Все, кто отвергнут, все погибнут. И мы видим, что Ной послушался Бога. Он действительно пошел и начал строить это сооружение. Мы знаем, что на сегодняшний день пытаются, как раз, найти это сооружение. И чаще всего высказывают предположение, что это некий объект в горах Арарат. Но до сих пор его не могут открыть. Я думаю, что это Бог препятствует по какой-то причине его открытию. Потому что этот объект, этот ковчег находится на границе Армении и Турции. И, в общем, там сложно вести какие-то исследования. Там не разрешается вести никаких исследований. И поэтому есть только некоторые фотографии, которые, как считают люди, являются доказательством, что ковчег существовал. Но каких-то реальных доказательств его существования в виде раскопок археологических пока нет. Итак, Ной пошел и начал строить ковчег. Для него это было тяжелым испытанием. Мы знаем, что до сего времени дождь практически не шел на земле. И о потопе было вообще очень сложно говорить. То есть, это было из-за разряда безумия. И, как говорили, построить подводную лодку в степях Украины. Скорее всего, Ной строил свой ковчег в лесу. Потому что ему нужно было много деревьев. И вот посреди леса он возводит огромный корабль, где нет совершенно никакого даже намека на потоп. Более того, он строит его долго. Он строит его 120 лет. Это тяжелое испытание тоже для веры Ноя. Потому что сохранить веру в течение 120 лет сложно. Более того, все окружающие люди продолжали заниматься своими делами. И никто совершенно не думал о кончине, о потопе, о смерти. Все радостно жили и занимались своими делами. Но и среди всего этого должен был строить ковчег. Еще одна сложность была в том, что его семья тоже вряд ли всерьез верила, что будет потоп. И один Ной вряд ли мог построить. И он наверняка использовал своих сыновей для строительства. И заставить сыновей трудиться наверняка тоже было не так просто. Мы не знаем, как вообще отнеслись его родственники, когда Ной пришел и говорит, Бог говорил со мной и сказал, что будет потоп, и поэтому мы должны строить корабль, ковчег. Они вообще могли подумать, что Ной сошел с ума. Когда я сравниваю себя с Ноем, я понимаю, что у меня были похожие ситуации, похожие обстоятельства. У меня было много друзей, когда я пришел к Богу, уверовал в Бога, и начались мои взаимоотношения с Богом. И когда я всем начал говорить, что вот я стал верующим человеком, все мои друзья были атеисты. И когда я начал говорить, что я стал верующим человеком, и более того, что я поступил в семинарию, и учусь в семинарии, чтобы быть пастором, почти все из них сказали, ты что, с ума сошел? Вот реально, почти все сказали. Один мой товарищ, единственный, это Стас, который так бурно не реагировал и сказал, что, ну, Валер, я знаю тебя, я тебе верю. Ну и как-то так. человек отнесся к этому с пониманием. А все остальные, вплоть до моего папы, все сказали, что, скорее всего, я сошел с ума. Я думаю, что Ной был в похожей ситуации. Более того, вокруг меня никогда не было верующих людей. Я жил, рос, воспитывался в атеистическом абсолютно обществе. И мне сложно было сразу перестраиваться, начать совершенно новую жизнь. Мы должны понять, что Ной вынужден был полностью изменить свою жизнь. Если до этого он жил, скорее всего, похожим образом, как окружающие люди, то с момента, когда с ним заговорил Бог, он, скорее всего, отделился, ушел в леса. Но, по крайней мере, он полностью посвятил себя строительству вот этого ковчега. И мне тоже пришлось полностью перестроиться. Я уехал в Москву, поступил в семинарию и общался только с людьми, которые имели отношение к церкви. Но там тоже было не так все просто, потому что все были из новообращенных. Все только недавно пришли к Богу. И поэтому вера была слабенькая. И сомнений у всех было очень много. На том ли мы пути, правильно ли мы идем. И некоторые люди уходили. Некоторые люди уходили, разочаровавшись, не получив, может быть, ответы на свои вопросы. Уходили. И это была серьезная нагрузка на мою веру тоже. Более того, я встречался с разными людьми, даже верующими. Я встречался с свидетелями Яговы, которые говорили очень странные вещи мне, которые противоречили Библии. Я встречался с людьми, которые относятся к либеральной церкви. И они тоже мне говорили очень странные вещи, которые не согласовывались с тем, что написано в Библии. То есть, у меня тогда еще не было хороших знаний. И поэтому я все время находился в сомнении, кто прав, кто виноват. Были другие динаминации, католическая, православная, были баптисты и так далее. Кто прав, я этого не знал. И мне приходилось все время читать Библию, молиться Богу и просить, чтобы Он указал мне правильный путь. И я очень благодарен Господу за то, что Он удивительным образом отвечал на мои молитвы. И Он действительно посылал мне правильных людей, Он открывал мне нужные тексты в Библии. И я приходил, как сейчас понимаю, к правильным выводам, благодаря работе Духа Святого со мной. Это было удивительно, это было очень интересно. Я думаю, что с Ноем Бог работал точно так же. Иначе как мог он 120 лет с таким упорством продолжать строить вот этот ковчег, все отбросив и изменив настолько радикально свою жизнь. Каким-то образом ему удалось изменить жизнь и своих детей, своей жены. И я вижу, что в моей жизни тоже произошло чудо. Мой папа, который был полным атеистом, он стал верующим человеком. Я его крестил, и он даже пел в нашей церкви. И, собственно говоря, умер здесь. Я его отпевал и хоронил. То есть он стал таким очень верным, очень верным христианином, чему я очень благодарен. Спасибо, Господи, за вот это чудо. То есть, видите, у нас достаточно много общего с Ноем. Итак, давайте посмотрим теперь, что же Ной должен был строить. А должен был он строить ковчег. И большинство богословов считают, что ковчег – это символ церкви. Итак, Бог поручил Ною строить церковь. Давайте рассмотрим ковчег, что он собой представляет. Значит, Бог дал точное описание, сколько локтей, сколько шагов, всё, как именно должен был выглядеть ковчег. И Ной полностью исполнил вот это дело. Там было несколько элементов очень интересных в ковчеге. То есть он был построен из дерева гофер. Что мы знаем об этом дереве? Мы знаем, что оно очень прочное. И оно не гниёт фактически, и поэтому оно могло долго сохраняться. И вот говорят, что даже до сих пор этот корабль сохранился, потому что вот это дерево практически не поддаётся гниению. что собой символизирует вообще корабль сам и вот это дерево гофер. Дело в том, что церковь – это организация. И у каждой организации есть определённые правила, которые описывают устав, которые описывают, что собой представляет та или иная организация. Чем отличается, например, футбольная команда от группы кройки и шитья? Есть определённый устав, который говорит, мы занимаемся вот этим делом и вот этим делом, а вот этим мы не занимаемся. И вот если мы внимательно почитаем Библию, то мы увидим, что да, действительно, Библия занимается чётко взаимоотношением Бога и человека. И мы через Библию понимаем, кто такой Бог, кто такой человек, понимаем их взаимоотношения, понимаем всё, куда должна двигаться церковь, чем она должна заниматься, откуда она пришла, куда она идёт и так далее. То есть там чётко очерчены границы церкви. И вот Ной строил вот этот ковчег, и это было очень важно. Те, которые находились внутри ковчега, те получали спасение. Те, которые находились снаружи, даже рядышком, даже вот рукой могли касаться этого ковчега, но не находились внутри, они погибали. То же самое в церкви. Недостаточно находиться рядом с церковью. Надо быть внутри церкви. Только тогда человек получает спасение и жизнь вечную. Если человек только около ходит, около что-то понимает, то он не получает спасения и не получает вечной жизни. Далее, что интересно, там была только одна единственная дверь. И мы знаем, что в Библии сказано, дверь – это Иисус Христос. Он сказал, я измелью дверь, и говорит, что вот через меня только заходят, приходят к Отцу и так далее, и так далее. Очень много сносок в Библии, где сам Иисус говорит о том, что он дверь. И действительно, мы знаем, что только через Иисуса Христа мы можем прийти к Богу. Только через Иисуса Христа. И нет других путей. Нет возможности идти в Шамбалу, нет возможности сидеть в каких-то медитациях, нет возможности сушить на себе простыни на ручьях горных. Это всё не путь к Богу. К Богу, ко спасению, к жизни вечной есть только один путь – это Иисус Христос. Дверь. Замечательно. Далее там есть ещё окно, которое смотрит вверх. То есть, замечательно, это символ того, что церковь направлена, её взор окна для чего служит? Для того, чтобы мы в них смотрели, да, и видели, что нас окружает. А здесь мы смотрим всегда, наше зрение повёрнуто к Богу. Замечательно. И вот мы смотрим вверх. Как бы церковь смотрит на Бога. Всегда. Это окно могло открываться и запираться. Это было очень важно, потому что, когда шёл дождь, можно было открыть это окно и получить также воду для того, чтобы все могли пить. Когда воды становилось слишком много, это было уже опасно, это окно можно было закрывать. То есть, через вот это окно люди получали воду в виде жизни. Теперь этот ковчег был осмолен, покрыт смолой снаружи и изнутри. Для чего смолят все лодки, корабли? Смолили раньше, когда их делали из дерева. Для того, чтобы внутрь не проникала вода и не уничтожала тех, кто находится внутри этой лодки. Вода в данном случае является символом смерти, потому что из-за этой воды все погибли. Только те, кто находились в ковчеге, только те не погибли, потому что были защищены от воды стенами. И Библия является вот этими стенами, ограничивающими церковь, определяющими границы церкви. И что у нас вечно, что у нас не гниет, это слово Божье. Библия – это слово Божье. И вот поэтому оно не гниет, и это символ дерева гафер. Гафер – это символ слова. Далее смола, которая снаружи, и смола, которая изнутри. И мы с вами знаем, что есть две вещи, которые нас спасают. Во-первых, мы спасаемся кровью Иисуса Христа. И вот снаружи, в церковь, чем церковь защищена? Кровью Иисуса Христа мы знаем. Она спасает церковь от проникновения смерти, которая уничтожит людей. И поэтому вот эта смола снаружи – это символ крови Иисуса Христа. А мы также спасаемся еще и чем? Мы лично, изнутри. Мы спасаемся верою в Иисуса Христа, верою в Бога Триединого, ну и так далее. В символе веры написано все, во что мы верим. Итак, мы спасаемся верою. Это смола изнутри, и кровью Иисуса Христа – это смола снаружи. Это очень важные все моменты, потому что это помогает нам понять следующие важнейшие вещи. Во-первых, Бог поручил Ною строить церковь. И также в своем великом поручении мы понимаем, что Бог поручил каждому из нас строить церковь. И в Библии сказано у Павла, что мы являемся домостроителями. Мы все строим дом, нашу церковь. И если мы это не строим, если мы в этом во всем не участвуем, то мы погибаем, судя по вот этой истории о ковчеге. Это во-первых. И во-вторых, мы должны строить из серьезных материалов, и тоже Павел об этом говорит, что можно строить из сена соломы, и тогда все это сгорит. А можно строить это все на прочных материалах, на скале, на Иисусе Христе. Итак, для того, чтобы строить действительно церковь, мы должны строить на Иисусе Христе. Там должна быть дверь для того, чтобы войти в церковь и быть в спасении. Это Иисус Христос. То есть Иисус Христос является центром учения, центром нашего рассуждения, размышления, центром христианской жизни. Если мы христиане, если мы называем себя христианами, то Иисус Христос, именно Иисус Христос, должен быть в центре всего. Более того, мы, вот окна наши должны быть направлены только на Бога. Это должен быть центр нашего фокуса. И действительно ли мы в нашей жизни это делаем? Действительно ли Иисус Христос является центром нашей жизни, наших размышлений? Действительно ли мы имеем вот эти стены в виде Библии? Мы действительно изучаем Библию, размышляем над ней, и она является гниющей такой спасительной завесой для нас от этого мира, который может нас поглотить. Действительно ли так все получается в нашей жизни? И я прошу вас всех задуматься над этим. И действительно ли кровь Иисуса Христа играет такую важную роль в нашей жизни, защищая нас от всякого греха? Действительно ли мы причащаемся? Действительно ли мы каемся? Действительно ли мы делаем то, что положено делать в церкви? Действительно ли у нас есть такая сильная вера, который не пропускает вот это зло снаружи и не даёт нам погибнуть. Действительно, мы такие верующие люди. Если мы всё это делаем, и если мы, по примеру Ноя, собираем вот этих животных, и самое главное, сколько времени плавал этот ковчег? Большинство учёных полагают, что это был солнечный год. То есть, ровно год плавала эта судна. И в течение года нужно было заботиться о всех этих животных, о всех этих птицах, присмыкающихся и так далее, которые находились внутри ковчега. Кто обо всём этом заботился? Люди, служители, можно сказать. Вот это семья Ноя. Они заботились обо всех живущих внутри. Поэтому в церкви должны быть служители. Если этих служителей не будет, которые будут вычищать грязь, которые будут кормить, поить, то все населяющие ковчег погибнут, все, которые находятся в церкви, погибнут. Если священник не трудится, то церковь умирает. Мы об этом тоже должны понимать с вами. Без служителя, но ни одного служителя, потому что Ной не мог всех прокормить и всех напоить и за всеми убрать, ему необходимы были помощники. Без этих помощников, без Ноя этот корабль бы погиб. То есть, население этого корабля бы погибло. Мы это тоже должны с вами очень чётко понимать. И действительно ли мы все участвуем в жизни этого корабля? Или мы находимся в положении животных, за которыми ухаживают? Ну, ничего здесь пренебрежительного нет. Но тем не менее, мне кажется, что человек должен быть, всякий человек должен быть служителем на этом корабле в церкви для того, чтобы служить окружающим людям, которые ещё не могут, которые ещё младенцы, которые ещё не могут действительно проявить себя. Итак, я вижу по себе, что когда Бог меня призвал, я точно так же, как и Ной, изменил свою жизнь. И я всю свою жизнь посвятил служению. Вот на этом корабле я посвятил себя строительству церкви. И мы построили даже это здание, в котором мы находимся, для того, чтобы служить окружающим людям. И мы заботимся о всех, кто к нам приходит. Мы молимся о них, мы стараемся исцелить других людей. То есть, мне кажется, что я иду вот этим путём Ноя. Поэтому я могу сказать, что я Ной. Я Ной. И я бы хотел, чтобы в нашей церкви было как можно больше послушных помощников. Да, Ной отличается определённым характером. Об этом тоже надо поговорить. Мы видим, что Ной очень послушен Богу и делает всё, как ему завещал Бог, как ему сказал Бог. И, соответственно, мы видим, что благодаря этому, благодаря его послушанию и точности исполнения, в конце концов, все спаслись. Замечательно. И вот ещё есть такой очень маленький момент, но очень важный. Они причалили... Вода стала спадать, и они причалили горам Арарат. Но они сразу вышли, и Ной открыл отверстие вверху, и сначала выпустил ворона. И вот этот ворон сначала не мог нигде найти себе место. Он улетал, прилетал, отлетал. Но в конце концов, он нашёл место и там нашёл себе питание и стал там жить. Но люди не вышли ещё. Люди ещё не вышли. Почему? Потому что мы знаем, что питание ворона – это падаль. Это не жизнь. Ворон питается падалью. После этого Ной выпустил голубя. И голубь тоже сначала вернулся. Потом он вернулся с веткой маслины. Это говорит о том, что уже жизнь началась. Но, тем не менее, они ещё ждали 7 дней до выхода. И снова выпустили голубя. Голубь улетел и уже не вернулся. И только после этого они открыли сначала крышу, Ной посмотрел. А потом открыли дверь и вышли. Куда они вышли? Они вышли на новую землю. Это была абсолютно новая земля, потому что старая вся была фактически уничтожена. И они начали с нуля. Вот с этой семьи, с этих животных, которые находились в ковчеге, начали новую абсолютно жизнь на новой земле. То есть, это символ чего? Это символ того, что мы умрём, и мы будем переселены на новую землю. У нас будет новое небо и так далее. Это книга Откровений, 20-21 глава. Мы будем жить там. И также Библия фактически тем самым нам говорит, что мы не можем выходить из церкви до тех пор, пока не начнётся новая жизнь. Только когда мы переселимся в новый мир, уже смысл вот в этой земной церкви отпадёт. И потому что будет совершенно новая жизнь. Поэтому всё очень символично, всё очень важно, всё очень интересно. И я очень рад, что мы с вами проделали это путешествие. Я ещё раз прошу вас всех задуматься. Являетесь ли вы Ноем? Что в вашей жизни показывает, что вы Ной? Являетесь ли вы послушными? Строите ли вы церковь, не обращая на слова окружающих и даже на сопротивление, может быть, ваших родственников? Строите ли вы эту церковь? Из чего вы строите вашу церковь? В этой церкви проявляете ли вы заботу об окружающих? Заботитесь ли вы об всех окружающих? Являетесь ли вы служителями этой церкви? Вы внимательны, вы трудитесь, вы следите за тем, что происходит, чтобы раньше времени не выйти из этого ковчега, чтобы не погибнуть и не погубить всех окружающих. То есть вы думаете, вы размышляете, вы читаете Слово Божье, и вы живете по Слову Божьему, вы живете в этом ковчеге, управляемые Богом. Да? Я рад за вас. Давайте помолимся об этом, чтобы Господь действительно благословил всех нас. Господь Всемогущий, мы благодарим тебя за то, что ты четко и ясно показываешь нам в своей книге, как мы должны жить. И мы имеем возможность сравнить все это с тем, как мы живем сегодня, сейчас. И если что-то мы делаем неправильно, мы имеем возможность исправить это и жить по Слову Твоему, по воле Твоей, ко славе Твоей. Спасибо тебе, Господи, за это. И мы благодарим тебя за это прекрасное место, это описание жизни Ноя, жизни его семьи и спасения людей. Давайте прославим нашего Господа. Вижу Бога каждый день Лишь глаза открою рано утром Он в небесной синеве, пробужденной на заре Сияньем чудным Всюду ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец В своем слове неизменный Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Вижу Бога каждый день Он в прощальном крике журавлина Манит душу за собой В край далекий неземной Летящим клинам Всюду ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец В своем слове неизменный Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава тебе, во веки слава тебе, во веки слава тебе. Всюду ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец В своем слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, Бог благословен, слава тебе, во веки слава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш Бог так велик. Он стоит в веках, все дни в Его руках. Начало и конец, начало и конец. Господь наш Три Един, Дух Отец и Сын, Огнес Он и Лев, Огнес Он и Лев. Наш Бог так велик, бой со мной. Наш Бог так велик, пусть видят всем. Наш Бог, наш Бог так велик. Наш Бог так велик, пусть видят всем. Наш Бог так велик, пусть видят всем. Наш Бог так велик, он превыше всех имен, и всей хвалы достоин Он. И всей хвалы достоин Он. Наш Бог так велик, он превыше всех имен, и всей хвалы достоин Он. Наш Бог так велик, пусть видят всем. Наш Бог так велик, пусть видят всем. Наш Бог так велик, чтобы верить самы и Schuld. Наш наш Бог, пусть видят всем. Вам так велик, скромно и будем я раст otherwise еще Ger Sara Jedi. Наш Бог так велик, пусть видят все имен, для себя так великой. Наш Бог так велик, пусть видят всем неустыallет情 тез any процесс, Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во имя Иисуса Христа... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...